Друзья, всем привет! Я очень рада вновь быть с вами и поделиться топом фильмов, которые мы с Максимом выбрали. Надеемся, что они вам очень понравятся. Работников культуры никакие ограничения не остановят. Культурно-досуговый центр молодежный продолжает работу в режиме самоизоляции, осваивая новые формы. В социальных сетях и на ютуб-канале появляется все больше видео, причем не только развлекательного характера. Максим готовит контент. Он и снимается сам, и монтирует, и размещает в социальных сетях. Говорит, что объем работы не маленький, но это дело ему по душе. Все развиваются, все книги читают, все на спорте, все зожники, ппшники и так далее и тому подобное. И это не просто так, это неплохо. Это просто тенденция, с которой нужно жить, которую нужно уметь воспринять и также передать. Этим мы и занимаемся. Это профессии будущего. Сюжет, который как раз-таки недавно репостили, он тоже фидбэк определенный собрал классный. Это здоровый образ жизни, это как раз-таки культура. А помогает Максиму Алена. Оба творческие личности постоянно обучаются, развиваются и вместе генерируют идеи для новых видео. Иногда из одной задумки рождаются целые серии роликов. В основу ложатся мотивирующие истории великих людей, стихотворения о войне, выступления, эстафеты, флешмобы. Увидеть все это и многое другое может каждый. Друзья, мы надеемся, что истории этих людей действительно вас вдохновляют. Ставьте лайки, подписывайтесь. А мы с вами прощаемся до следующих выпусков. Да, очень приятно, на самом деле, когда друзья смотрят. Ну, к сожалению, не все это делают, но, наверное, такие близкие друзья. От них тоже ловишь определенную энергетику и хочется творить дальше. Потому что даже наши друзья, с которыми мы общаемся каждый день на учебе, просто в жизни, они говорят, что в таких видеороликах мы раскрываемся по-другому, что за нами приятно наблюдать. И особенно круто, когда наши видео смотрят наши педагоги. Обычно это очень волнительно. А вот мой педагог по актерскому мастерству, она очень следит внимательно за нашим развитием. Ребята уверены, даже в условиях сложной эпид-обстановки нельзя сидеть без дела. Заниматься саморазвитием, делиться своими знаниями и творчеством с другими – все это доставит массу удовольствия. Попробуйте! Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.